и наконец я впервые опубликую я уже не выдержал все равно лавочку закрывает вот здесь будут бульдозеры вот эту фотографию не показывал ни разу я намекал я говорю что я посреди лета это было примерно 29 июля когда москве не было ни одного абрикоса и ни один ученый ни одного плода кроме только мы с этим с байкалом вдвоем привезли абрикосы сибири вишни привозили через и привозили из брянска канчина привозила но абрикосов не было вообще ни у кого меня это так поразило я когда меня выгнали с трибуны я поперся сад учиться поперся учиться в сад захожу я в сад хожу хожу в студенты в плавочках и в этих каких бикини студентки я хочу это делаете а мы учимся привать а где кто главный мне говорят да вот знаете там сейчас временно исполняющие обязанности как бы директора сада что-то и вот это вот товарищи вот я где он там обрезку делает вот я полез самую высшую нашел его где ветки шевелились говорю здравствуйте я сибири я приехал на конференцию решил познакомить с вашим садом очень доброжелательным для меня молодой человек очень доброжелательный встретил как родного долго беседовали когда он узнал что у меня абрикосы 100 граммовые персики не укрывные его удивлению не было предел а я мучился от одиночества понимаете это сейчас как бы я благодаря интернету я возглавил как бы любительское садоводство целом все вот тут группируется и наши ценногорские садоводы вокруг меня вот и это самое где-то абаканские где-то минусинский где-то красноярские вспомните там ну ладно не буду всех вспоминать вот и в этой поле до калининграда до сахалина и так получилось что одиночество меня мучило страшно не не с кем было поделиться я тогда только печатался и все на этих самых ну сибирская газета печатали печатали превосходное хозяйство печатали ваши шесть соток а ответа нет я один одиноче и вот как он со мной хорошо побеседовали господи фамилию гелеза валяйка сервис телефон 8 960 776 середа все записал это глаза у него загорелись вроде бы поверил что себе все то есть вот я уехал и тишина я решил ну вот уважаемый наверно ты хороший этот сам ученый наверно ты генетику знаешь правда я пытался мы же искали это дерево сфотографироваться давайте фамилии не помню отчество не помню как зовут не помню за что доцент и все и вот искали дерево плодносящий сфотографироваться рядом яблони груши они были настолько все яблоки были вот такие вот уродливо их не просто покрыто было пятнами парши а парша это их вот так вот все она наизнатку выверну это было страшно смотреть и это был весь сад никаких иммунных не было речи о том что я узнаю умею как сделать иммунные вот я ему прямо говорю хотите давайте дружить да конечно все и тишина это он такой шанс вот мне кажется что если бы действительно а ведь он был в этот момент хозяином этого сада не представили как хозяин вот ну как-то директор не директор официальное лицо вот ведь мы могли уже к этому времени тут иметь все что у меня у тоторова у чернобаева у этого самого ведь она стержится легко я не успел выразить этот чернобаев поделиться этими черенками слив роскошных персиков абрикосов груш яблони вот эти груш вот эти вот через несколько лет весь но ведь это же то что чернобаев вырастил это то что мое это просто черное поколение и опять по двое те же китайские опять по эти самые сибирки опять мы те же как что у меня уссурийская груша те что у меня но потом ему стало скучно он художник а что с них взять он давай портить сорта кривая уже не 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 сливы на абрикосы абрикосы на сливы вот и от него теперь я узнал что именно венгерки имеет прекрасную почти стопроцентную совместимость с абрикосами культурными почему-то культурными первым же поколений это такой шанс там где она на сливовых это он мне саму идею подал пусть он привал сливы на абрикос а я бы привал абрикосы бы на сливы но уже по всей россии а пол россии это близкие грунтовой воды и вот у этого человека я уже не сказал сейчас я бы закрою чертой матери вот в чем он занят чему зайду ну это ну почему ты мужик не использовал такой шанс ведь все что сейчас у меня было бы тут в москве давно был а я же счет знаете какой он бы сказал пришлите мне черенков я бы даже денег бы с него нельзя сейчас а злой как собака жизнь заставила кому я дорогу перешел что пришли два мотоциклиста четыре парня с четырех сторон подожгли мой сад когда мои арендаторы спали все в кроватках вот а здесь какие возможности боже мой подмосковье москва тут вот тут вообще поливать то и не надо сам эти выговорился выговорился